Мы рассматривали сегодня президента перспективы развития производства мото-велотехники. Решение принято простое, предприятию быть, предприятие должно развиваться дальше. Единственное было, ну, несколько вариантов развития предприятия, да, на каких площадях. Президент принял решение, что с выездом на эту площадку примем окончательное решение. Вплоть до размещения в каком корпусе это новое производство будет. Сегодня мы понимаем, что рядом расположен крупнейший потребитель, европейский рынок, Европейского Союза, да. Вот по оценке специалистов, емкость этого рынка ежегодная, до 30 миллионов штук веломототехники. И смотреть надо, во-первых, на этот рынок, маржинальный. С каким продуктом можно прийти на этот рынок? Да, очевидно, с самым дешевым туда приходить не стоит, потому что, ну, дешевая ситуация у нас с вами, это некачественная. Туда надо прийти с качественным продуктом на существующих площадях. И вот при этих технологиях создать современный качественный продукт уже невозможно. Можно еще прирасти. Вот по этим планам предприятия до 2023 года они собираются удвоить объем производства велосипедов, да, допустим. Но это уже не развитие, это просто, ну, по инерции движение будет. А мы предлагали вариант создания абсолютно нового производства. Ну, представляете, 30 миллионов штук ежегодно объем потребления. И расти он будет, этот рынок, да, и будет прирастать в основном за счет электро-мотовелотехники. И у нас-то как раз вот на заводе «Оптрон» у нас есть компетенции, у нас есть наработки. Вот мы с чем должны прийти на тот рынок. Но для этого надо построить новое производство. Как один из вариантов мы рассматриваем инновационный фонд Минского горосполкома. Это инновационный фонд и для того, собирается для того, чтобы создавать новое производство. Ну, и более того, площадка вся сегодня по партизанскому проспекту – это 27,5 гектара. Такая площадка для нового производства абсолютно не нужна. Поэтому в предложении горосполкома эту площадку, наверное, надо передать технопарку Минскому. В рамках технопарка на этой площадке надо постараться развернуть производство комплектующих. Кто-то шпицу будет производить, кто-то там звонок для этого велосипеда. Понимаете, вот тогда идея будет генерация производства на этих площадях. Чтобы прийти с электромото-велотранспортом на европейский рынок, нужно получить их сертификат. Многие производства в республике имеют аналогичные европейские сертификаты. Поэтому бояться, что нас туда не пустят, не надо. Не так просто туда зайти, да. Но над этим надо работать. Но просто европейский рынок самый маржинальный и самый растущий. И он же рядом расположен. Сегодня надо говорить о том, что мы не просто на этих площадях прирастем в объемах производства или добавим еще 100, допустим, рабочих мест создадим. Надо говорить о создании принципиально нового технологичного производства с максимальной локализацией. Вот сегодня у него локализация 41%. А если реализовать вот этот проект, ну правда пока это еще проект такая бизнес-идея, да, то локализация до 60%. А это уже хорошо. И если мы локализацию вовлечем в оборот вот эту площадку, чтобы она работала максимально на сборочное производство мотовелозавода, это еще лучше будет.